Доброго времени суток, мои дорогие! Достала свои волшебные золотые, прям как слитки, золото, карты. Давайте посмотрим, что ожидает Крым в марте месяце и, соответственно, мост крымский. Потому что наверняка сейчас начнут вопросы задавать, чтобы я уже не возвращалась к этому вопросу. Очень много раскладов, поэтому давайте посмотрим Крым и Крымский мост. Крым, можно сказать так, что будет накопление каких-то ресурсов. То есть вполне возможно, что туда будет поставляться дополнительная военная техника. Потому что не обращать внимания на угрозы Украины, я считаю, этого не стоит делать. Лучше перестраховаться, чем потом, если что, расхлебывать это все. Поэтому будет накопление определенных ресурсов, скорее всего, военных. Именно вот, если мы посмотрим, тут сзади дядьки город есть, да? То, соответственно, вот именно по защите для городов. Вот это вот. Ну, а Крымский мост, это больше будет эмоции, впечатлений, всяких там попыток каких-то заявлений. Но энергия благополучна. Так, как сейчас складываются дела в Крыму? Я смотрю весь Крым. И мост. Ну, в Крыму такая будет ситуация, знаете, подвешенная в какой-то степени. Не совсем определенность. То есть вот это вот, видимо, ожидание каких-то пакостей, страхи, они будут смешиваться, поэтому до конца будет ситуация неоднозначная. То есть карта должна быть вот так. А она у нас, ну, в данном случае-то она в прямой позиции, но лучше, если она будет перевернута. Нужно руководству Крыма. Я не знаю, как они там делятся между собой в плане руководства именно, кто за что отвечает, какие регионы или это общее что-то. Нужно, конечно, будет очень четко понимать ситуацию, за ней отслеживать. Какие-то планы будут разрушены. Надо будет что-то новое пересматривать. Разрушение, может быть, не только планов, но и каких-то ценностей. Пересматривать очень многое. То, что, может быть, не обращали на что-то внимания, а оно на данный момент наиболее важным становится. Ну, вот эта вот карта, когда вроде все хорошо, но на самом деле за вот этой занавесью не очень все хорошо. Там пусто, надо это наполнять. Но это на данный момент. Но, в принципе, по Крыму приняты какие-то определенные решения. Вот. С нашим руководством я имею в виду. Ну, хотя, может быть, и с нашими врагами. Ну, к чему они приведут? Давайте посмотрим, о чем это. Навести страх и ужас. Ну, а так, ресурсы под эти страхи подготовить ресурсы, чтобы все было в конечном итоге хорошо. И ресурсы для этого будут даны. Поэтому не переживайте. Кто бы там ничего не пытался делать, соответственно, для Крыма все будет благополучно. Мост сейчас проходит как бы инициация. Ну, скорее всего, это связано с ремонтом. То есть что-то было убрано, новое поставлено. И сейчас идет вот как обкатка. Чего-то еще недостаточно, что-то еще не доделали. Может быть, что-то там еще не отремонтировали. Я слышала, что там собирались, где железнодорожные пути там что-то делать. Может быть, карты говорят об этом. То есть это вот ситуация сейчас. Но при этом мост стоит, и он стоять и будет дальше. То есть для этого есть все ресурсы. То есть, во всяком случае, на восстановление вот этих повреждений есть все ресурсы, и, соответственно, все будет сделано. Ну, давайте посмотрим, что ждет Крым в марте месяце. Я смотрю в общем. Я понимаю, что в каком-то регионе может быть так, но где-то по-другому. Но смотрим основное направление. И мост в марте месяце. Возможно, какая-то конфликтная ситуация в самом городе, в самом Крыму. Возможно, в руководстве. То есть какая-то очень большая напряженность или конфликтная ситуация. Может быть, это какие-то будут провокации. Это не говорит о том, что там прямо боевые действия. Нет, это конфликтная ситуация внутри самого Крыма. Будет страшно. Люди не будут понимать, что дальше, что будет, что им делать, чего не делать. Но не забывайте, на этом вы будете терять какие-то свои ресурсы. Поэтому к крымчанам обращение. Думайте, пожалуйста, только о хорошем. Может быть, что-то будет прилетать. Может быть. Но все это будет уничтожаться. То есть все будет максимально хорошо. Руководство будет работать, чтобы защитить. Какие-то новые договоренности, возможно, будут. Какие-то налаживаются новые связи. Но именно, чтобы защитить город. Крым. Для Крыма заканчивается период негатива. Вот этого вот, когда эти все угрозы, когда опасность. Этот Крым... Ой, этот период для Крыма в марте закончится. Да, эта карта очень непростая. Но нужно понимать, что это окончание чего-то и начало нового. Очень много будет переживаний, разочарований каких-то. Но при этом будет вестись очень жесткий контроль сверху за происходящими событиями в Крыму. Будут, как говорят украинцы, обстрелы по Крыму. Артиллерийские вот эти вот, ракетные будут обстрелы. Ого, смотрите. Вышло сразу три старших аркана. Влюбленные. Да? Под прикрытием архангела. Умеренность. То есть это говорит о том, что, в общем-то, будет спокойно и гармонично. А опять же под прикрытием высших сил. И по справедливости. Справедливость всегда на стороне того, для кого делают расклад. Так что, все будет в хорошем. Так, мост. Как будут дела у моста складываться? Ну, можно сказать, что, в общем-то, благополучно. Там же королева Пентакли, когда все хорошо. Но есть, конечно, зависимость от того, что происходит вокруг. Может быть, от различных террористов. То есть опасность будет сохраняться для моста. Но все продумано, спланировано и максимально подготовлено. Очень много туда задействовано объединены. Сразу несколько каких-то, может быть, структур военных. Да? Которые защищают мост. И, в общем-то, для моста будет все хорошо. Мост будет стоять. Несмотря на то, что вышел диалогов. Опасность есть всегда. Но в марте все будет хорошо. Ну, давайте посмотрим, будет ли нанесены какие-то удары по мосту в марте. Ракетные там, допустим. Или взрывы. Нет. Нет. С мостом все будет в марте хорошо. И с Крымом, в общем-то, тоже. Может быть, потом посмотрим по каким-то отдельным регионам. Но, как говорится, раз уж укры слишком вопили, а американцы разрешили, то, соответственно, наши должны приложить все усилия, чтобы эту опасность свести к минимуму. Поэтому все должно быть хорошо. И в Крыму, и с мостом. Обнимаю и люблю вас всех. Берегите себя. Берегите своих близких. Победа будет за нами.